Мы переходим к следующему виду программы, 200 метров на спине. Так, и мы с вами переходим плавно два заплыва на 200 метров на спине, в котором принимает участие Андрюшенко Светлана, Добродумова Елена, Кужела Елена, Филипповская Светлана, Бокачева Мария, Королькова Елена, Костникова Екатерина. Напоминаю, дистанция 200 метров на спине. Ну и категория тоже смешанная. Начинаем от 40+, заканчиваем 80+. Ну, все-таки плавание на спине это попроще, полегче, чем патерфляйдера слабиться практически невозможно. Здесь, если ты подустал и чувствуешь как-то, что тебе не очень хорошо по дистанции, то можно просто снизить темп и спокойно завершить дистанцию. Патерфляйдера, к сожалению, этого не получится при всем желании. Вот один из интересных фактов. По четвертой дорожке у нас плывет мама, точнее, поступает Кужела Елена. Она является мамой олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Ольги Кужелы. Второй начальничный момент. Проживает на территории другой страны достаточно длительное время, но тем не менее. А мама ее продолжает выступать на соревнованиях Мастерс и, по большому счету, участвует. Мы практически во всех турнирах, которые происходят в Санкт-Петербурге и иногда выезжают за ее пределы. Так что вот такая у нас приемственных поколений. Мама занимается плаванием. Дочка сейчас учит детей синхронному плаванию. Насколько я знаю, у нее создана своя школа, достаточно успешная. Но это и неудивительно, так как у нас синхронное плавание в стране. Впереди планеты всей, и не только планеты, и, наверное, всей вселенной. Наши девчонки выиграли все, что возможно, и не по одному разу. Но я так думаю, что по количеству собранных медалей на Олимпийских играх в чемпионатах мира и Европы установлены на их имя же рекордах. Но, наверное, не достигнет никто и никогда, если только кроме также российской команды. Но в связи с определенными сложностями наша команда пока не выступает. Соответственно, смотреть соревнования без участия наших спортсменов, ну, мягко говоря, неинтересно. Потому что такого уровня программы никто создать не мог, не может и, наверное, не сможет. Соответственно, Татьяна Покровская – великий человек, великий тренер. Лично с ней знаком. Достаточно часто с ней были на сборах, сборной карманды. Со многими девчонками, ну, более старшего поколения. Также продолжаем общаться. Так что, дай Бог им здоровья, все будет хорошо. Я думаю, что тогда вернуться с триумфом обратно на спортивную арену, вы хотят что-нибудь совершенно феерическое. Потому что, как бы против нас не боролись, против наших девчонок придумано всевозможные названия. Не синхронное плавание, а какое-то акистическое плавание, введение непонятных категорий с участием мужчин. Ничего не имею против развития спорта, но все-таки есть дисциплина, в которой все-таки можно считать исконно женскими видами спорта. Это как художественная гимнастика, как и с ней воронное плавание. Так, и мы ждем завершения дистанции Андрющенко-Светланы из Минской звезд. И переходим ко второму заплыву. Опять немножко подтормаживает интернет.